Ну хорошо, да, это молчание мы видим, но мы также видим, когда Шойгу вручает награды, таким образом поощряет военных на следующее военное преступление. То есть это такое достаточно красноречивое молчание, я бы сказала. Нет, в Российской Федерации, кстати, был огромный скандал, не только Пригожинский, но гораздо больше, на самом деле, по негативу для Путина скандал был с генералом Поповым. Да, и с генералом Картополовым, то есть когда начальник, командующий 58-й общевойсковой армией генерал Попов, его оставляют, и его интервью слито в сеть заведующим или как там начальником комитета по обороне и безопасности Государственной думы, бывшего, кстати, командующего той же самой 58-й армией и бывшего начальника главного политического управления Министерства обороны. И вот этот скандал для Путина, кстати, он был гораздо хуже, чем Пригожинский, потому что Пригожин это внесистемная структура, это наемники, это бандитское формирование, бандформирование незаконное, которое юридически не существует. А вот когда генерал-полковник, командующий армией, высказывается о чем-то, это гораздо опаснее для Путина. И это вот когда вот эта вот молчальница армия вдруг начинает говорить устами генералов, то это очень опасная вещь. Спецслужбисты пытаются, конечно, им заткнуть рот, и поэтому сразу сняли этого Попова и отослали куда-то там в Сирию, и мы про него сейчас ничего не знаем. Вот, может быть, туда прилетит какая-нибудь шальная пуля и торжественно его похоронят как героя, потому что они все там у Путина, герои России, как выясняется. Всем секретными указами Путин раздал героев России. Непонятно за какие войны, в России не выиграла ни одной войны при Путине, проиграла Чеченскую войну, они все герои России, непонятно за что. Ну, это отдельный у них самих там разговор, потому что Путин просто плодит, и, кстати, вот он поэтому и плодит этих героев. А вот он забрасывает генералов орденами и званиями, квартирами, домами, дачами и бизнесами для их дочерей, для их жен, для их мам и так далее. Но рано или поздно все зреет, потому что генералам не хотят быть крайними. И когда Путин, поскольку проигрывает войну уже сейчас, и, судя по всему, он проиграет в долгосрочной перспективе, и он будет искать, естественно, виноватых, потому что сам он никогда не скажет, что это он виноват. Потому что единственный человек, который виновен в этой войне, и который затеял дурацкую войну, я уж не говорю о том, что она преступная, но дурацкую просто с военной точки зрения, это Путин. И добился всего обратного. И генералы не захотят быть крайними. А Пригожин показал, что в этой стране за Путина никто не выйдет воевать. Его никто не защитит. Никакой ФСБ, кстати, не вышло 23 и 24 июня его защищать. Никакая ФСБ, потому что она служба, федеральная служба охраны безопасности. И генералы, которые сейчас на фронте, у которых сейчас армии с танками, с бронетранспортерами, с автоматами, с пушками, с вертолетами и самолетами, они могут повторить то же самое, что сделал Путин. Или они могут повторить то, что российская армия сделала в 1916-17 годах прошлого столетия. И таким образом совершить революцию. И вот мне кажется, что если Путину надо кого-то опасаться из этих двух структур, то скорее армию, чем безопасность. А вот мы очень часто говорим о том, что война будет закончена или военным путем, этот конфликт будет решен или на поле боя, или при помощи дипломатических инструментов. Но мы очень мало с вами говорим о вашей профессии, о роли спецслужб в разрешении войны, о роли контрразведки, о роли внешней разведки. И я в связи с чем хочу спросить вас о роли пилота Кузьминова, который перевез в Украину Ми-8, как мы помним. Вот на украинском телевидении вышел фильм, в котором Кузьминов призывает следовать его примеру, переходить на сторону Украины. Ведь это же, по сути, финал очень долгой спецоперации. Как осуществляются подобные рода вещи? Бербовка это была или какие-то другие были использованы инструменты. Кстати, из этого фильма стало известно, что Кузьминов во время финальной стадии этой спецоперации был ранен, но ему оказали помощь, ну и вот мы видим его живым-здоровым, и значит, его призыв. По сути, этот призыв обращен как раз к его коллегам в Российской Федерации. Вот насколько вы считаете, это успешная операция, и таким образом подобные вещи, когда подобные операции готовятся и как быстро они проводятся? Это успешная операция, потому что он вместе с своим вертолетом, своим экипажем, который, кстати, он использовал его в темную, они не знали ничего, и с каким-то ценным грузом перешел на сторону Украины, поэтому здесь это уже достаточно сказать, что это операция успешная. Эта операция блестящая абсолютно, абсолютно блестящая, потому что страна, которая ведет войну, переманить такого пилота с другой стороны, это очень непросто, и это доказывает, что, во-первых, украинские спецслужбы работают очень хорошо, а российская контрразведка работает чрезвычайно плохо, потому что она допустила все это дело, и потому что она не воспрепятствовала такому переходу. Дальше, конечно, это очень сложная работа, потому что самое главное не засветиться, причем там работа не только была в том, чтобы его убедить, потому что, скорее всего, кстати, большинство людей, которые находятся на фронте, они понимают, что они участвуют в непонятной войне, которую они ничего не защищают, это Путин, вот это словоблудие, что мы там за родину, за Путина. Какая родина, какой Путин? Ведь на Россию никто не нападал. Никакая Украина не собиралась нападать на Российскую Федерацию, никакая НАТО не собиралась нападать на Российскую Федерацию, никакие США не собирались нападать. Вот Китай собирается, но Путин считает Китай своим другом, а Китай реально напал на Российскую Федерацию, потому что Китай уже присоединил миллион квадратных километров на своей карте к себе, потому что он поменял свои названия. Китай присоединил к себе остров на своей карте, а это значит нападение, вот это объявление войны. Но Путин ничего сделать не может, потому что Китай сильная страна, и он с сильными странами не воюет. А вот Украина не собиралась нападать, а на нее Путин напал. И когда идет такая война, то, конечно, это очень сложно сделать, тем более, что там была составляющая не только его переманить, но спасти его семью. Его же тайно вывезли, его семью, соответственно, в нормальные условия, где им ничего не угрожает, где их не могут нигде не арестовать, не посадить, не убить, ничего сделать. Поэтому это, конечно, блестящая операция. И лишний раз, кстати, военная разведка Украина доказала, что она способна проводить такие великолепные спецоперации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok